Первое послание Иоанна, 4 глава, 7 стих. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир енородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Многие из нас называют вот то событие, которое сегодня случится в нашей Церкви, воспоминание. Воспоминание. Вопрос воспоминания чего? Что вспоминаем мы, когда подходим к столу вечерей Господней? Что вспоминаем? И зачастую мы говорим воспоминание страданий Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. И это правильно. Это правильно, потому что Иисус Христос страдал. И действительно, может быть, многие из нас не видели страдающих людей, таких, которые очень сильно страдают близко. Но те, которые посещали, допустим, места, где лежат больные, у которых уже заканчивается срок жизни, там, где лежат люди, которые попали в аварии и так далее, понимают, что это страдание, это запах, тяжелый запах крови, гноя, может быть, разорванной плоти. Страдание – это стоны. Страдание – что мы вспоминаем? Страдание Иисуса Христа. Что мы представляем, когда представляем Его, когда вспоминаем Его страдания? Это действительно боль, это действительно мучения, это тяжкие-тяжкие муки. И это правильно, что мы это вспоминаем. Однако это еще не все, потому что была причина страданий, и эта причина страданий, она крайне важна. Ведь некоторые люди страдают, потому что совершают свои ошибки. Кто-то страдает по другому поводу, но Иисус Христа страдал за нас с вами, за наши с вами грехи и преступления. Именно поэтому я сегодня прочитал о любви Божьей. Кстати, сегодня мы можем вспоминать еще справедливость Божью, не так ли? Бог справедлив, Он ненавидит грех, и поэтому кто-то должен был пострадать за грех людей. И Господь Иисус Христос, Он послал Сына Своего. Справедливость Божья также присутствует вот в этом особенном событии. Бог справедлив. Мы можем вспоминать о святости Божьей, потому что Бог свят, и святость Божья делает Его, ну скажем так, совершенно отделенным от греха. Он не имеет ничего общего со грехом, и так как Он свят, а мы грешны, то для нашего спасения нужно было вот это страдание, вот это спасение. Святость Бога, справедливость Бога, мучение Иисуса Христа, грешник, который находится сегодня в зале, который еще не покаялся и не спасен. Сегодня тебе придется вспомнить о приговоре вот у этого стола. Ты не будешь участвовать в дещере Господней, потому что не имеешь права протянуть руку к святыне, но сегодня это напоминает тебе о том, что жертва Христа, отвергнутая тобой, будет кричать на суде, на котором будет приговор повинен смерти и вечность в аду. Именно поэтому и сегодня, когда мы, христиане, вспоминаем вот это событие, это еще и Евангелие, это еще и благая весть для тех, кто не знает Христа как Господа и Спасителя. Покайся, чтобы вот эта жертва, она не кричала на суде, виновен, потому что отверг, а чтобы наоборот спасен, потому что принял. Что еще мы вспоминаем сегодня? Мы вспоминаем о особенной заботе Бога. Бог неравнодушен к нам с вами. Он не просто-напросто живет там где-то или существует в своих мирах, Он помнит о нас, хотя где мы, а где Он? И Он заботится о нас. Он позаботился о нас, причем таким непростым путем, путем жертвы Сына Своего, Иисуса Христа. И вот, наконец, мы подходим к особенному моменту, что мы вспоминаем у стола вечери. Мы у стола вечери вспоминаем любовь Бога. Согласны с этим? Любовь Бога. Да, мы вспоминаем справедливость, мы вспоминаем святость, мы вспоминаем страдания, мы вспоминаем заботу и многое-многое другое, но самое главное, о чем говорит вот эта жертва, она говорит о любви Божией. В тексте, который мы прочитали, говорится о сути любви. Это любовь в действии. Мы узнали любовь, когда Бог явил ее нам через Сына Своего, Иисуса Христа. Потрясающе! Четвертая глава первого послания Иоанна. Я прочитал короткий фрагмент, но это глава о любви Божьей. Любви Божьей, которая открылась нам ранее, чем мы полюбили Его. Которая дала нам шанс и возможность быть спасенными до того момента, как мы еще родились. Здесь любовь Божья, написано, открылась нам, стала явлена нам в том, что Иис, Бог послал Сына Своего, Иисуса Христа. Можно много говорить о любви, но единственное, самое главное качество любви – это жертвенность. Если любовь не жертвенна, это может быть что угодно, но не любовь. Любовь должна быть явлена в жертве, явлена в действии, явлена в каком-то действии по отношению к другому. И вот как мы можем узнать любовь Божью? Как она может явиться нам? Как мы можем понять ее? И апостол Иоанн, апостол любви, четко заявляет, она открылась нам в том, что Бог послал в мир Сына Своего, Единородного, в умилостивление за грехи наши, чтобы мы с вами были чисты перед Богом, чтобы мы с вами получили спасение и дар Божьей жизни вечную. Вот это благодать, незаслуженный подарок, который получаем мы благодаря любви Господа Иисуса Христа, благодаря любви Бога, который отдал Иисуса Христа на страдания, благодаря любви Иисуса Христа, который пошел на эти мучения, ведь Он имел право, имел силу и власть сказать «нет». Помните, когда там махал мечом его один из учеников? У Христа есть целое полчища ангелов, которые могли вступиться за Него. Помните, когда один из разбойников говорил «Да пусть сойди с креста!» Конечно же, у Христа была сила сойти с креста, но что держало его там, на этом кресте? И вот здесь этот момент, этот вопрос меня особенно трогает. Почему? Потому что вот там на кресте Христа держала любовь ко мне лично и к тебе, дорогой брат и сестра. Не в общем к миру, но к тебе и ко мне лично. В своей перспективе Он видел тебя и меня. И вот, любя меня, еще не рожденного, на тот момент Он был на кресте. Был на кресте. Потому что суть спасения. Это сложный, кстати, путь. Были другие, возможно, варианты можно было бы использовать, чтобы не умирать Христу за нас. Но, как мы видим из слова, единственный путь, который имел бы эффект, имел бы возможность дать нам спасение, это умереть за наши грехи. Помните, мы говорили о святости Бога. Он свят, Он праведен. Он не может терпеть грех. И поэтому Он, естественно, помните, возмездие за грех, смерть, а дар Божий, жизнь вечная. Мы читаем в Евангелии Атеана. Об этом говорит третья глава. Об этом говорит шестая глава. Наказание за грех – смерть. И вот каждый человек, живущий на этой земле, он под Божьим гневом, без Христа. И вот у Бога замечательный план. Его гнев готовы злиться на каждого, но Он посылает Христа, который этот гнев берет на себя, который наказание наше понес на себе. И те, кто во Христе, те избавлены им от гнева Божьего, находятся под благодатью, под милостью Божьей. Дорогие друзья, что вспоминаем мы, когда стоим у стола вечерей Господней? Мы вспоминаем справедливость Бога. Мы вспоминаем святость Бога. Мы вспоминаем тяжкие-тяжкие страдания. Мы можем вспомнить предательство учеников. Мы можем вспомнить слезы матери. Но самое главное, что мы должны помнить у стола вечерей Господней, это любовь Бога, которая проявилась в действии. И сейчас самое время помолиться. Помолиться Богу и, обратившись к Нему, прославить Его за Его святость, за Его справедливость, за Его мудрость в плане спасения и, конечно же, за Его любовь.